Давайте вернемся в 2013 год, год, когда мы основали Telegram. Я немного расскажу о том, что мы хотели создать и как мы этого достигли. Итак, в 2013 году мы начали работу над созданием зашифрованного протокола передачи данных, который сделал возможным безопасную пересылку сообщений через самые незащищенные сети. Для этого мы создали распределенную серверную инфраструктуру по всему миру. Благодаря этому мы могли быть точно уверены в том, что Telegram является самым быстрым сервисом коммуникации на планете. Наши секретные чаты, которые мы запустили в 2013 году, мгновенно стали хитом, поскольку они предоставляют end-to-end шифрование, которое стало очень популярным, особенно вслед за разоблачением Эдварда Сноудена. Затем мы продолжили работать в этом направлении, и именно это заложило основы для наших дальнейших разработок. В 2014 году Telegram начал привлекать более широкую аудиторию. Многим пользователям понравилась наша кросс-девайс-синхронизация и применение облачных технологий. И многие пользователи стали переходить с e-mail и других месседжинг-сервисов на Telegram. Причем они стали использовать Telegram не только для общения с друзьями и близкими, но также для решения деловых задач, для которых они ранее использовали e-mail. Мы обратили на это внимание и решили разработать ряд сервисов, чтобы сделать данный вид использования Telegram более доступным. Среди них, например, сервис «Мгновенный поиск», который позволяет вам мгновенно найти ваши сообщения среди миллиона сообщений вашей истории чата. Другой пример — то, что Telegram стал доступен для компьютеров и ноутбуков, что является большим плюсом. Мы также запустили сервис быстрой передачи файлов без ограничений. Мы даем возможность организовывать большие групповые чаты, мультичаты и супергруппы. Самое главное, я думаю, это то, что нам удалось достичь всего этого, ничуть не усложняя при этом наш сервис. Нам удалось сохранить простоту использования Telegram. Даже после того, как мы добавили в него много новых функций, Telegram, на наш взгляд, остается самым простым месседжинг-приложением на рынке. Итак, как нам удается добавлять новые функции и опции для пользователей, не усложняя при этом процесс пользования сервисом? Ответ состоит в том, что мы поняли, что нам нужно создавать платформу, предоставлять открытые API, интерфейс программирования приложений, третьим лицам, для того, чтобы создавать специфические приложения, которые будут отвечать различным нуждам наших пользователей. Telegram всегда был открытой платформой с момента его создания в 2013 году. Он, возможно, является единственным популярным месседжером, чей API на 100% открытый и бесплатный. Но в 2015 году мы пошли еще дальше. Мы запустили платформу для ботов. Платформа для ботов позволяет создавать небольшие приложения на базе любимого всеми пользовательского интерфейса месседжера. Я полагаю, что тысячи разработчиков использовали с выгодой для себя социальный граф Telegram. Во многом мы революционизировали процесс общения в Telegram пользователей и компаний. Боты могут решать большое количество самых разнообразных задач. От игр и свиданий до создания новых услуг, оптимизированных под нужды юзеров и интеграции с приложениями третьих лиц. Мы были очень довольны результатом работы. Вопрос, который вы, вероятно, себе задаете, что происходит с этим процессом сегодня? Каков размер платформы, которую могут использовать для себя третьи лица? Что ж, сегодня я могу с гордостью объявить, что мы достигли 100 миллионов активных пользователей. И это составило значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда в мае мы объявили о 62 миллионах пользователей. Положительный момент в том, что наша аудитория продолжает расти. Каждый день на Telegram подписываются 350 тысяч пользователей. И при этом этот рост всегда на 100% органический, чем мы очень гордимся. У нас нулевой маркетинговый бюджет, и мы не тратим средств на покупку рекламы для продвижения Telegram или для приобретения пользователей. В основном, люди рекомендуют Telegram своим друзьям и коллегам как более эффективный и надежный инструмент коммуникации. И этот феномен происходит во всем мире. Telegram имеет пользователей в 200 странах мира. На этой карте представлены страны, в которых Telegram пользуются по крайней мере несколько миллионов человек. Потрясающая вещь — это невероятное увлечение пользовательской активности. Я с гордостью сообщаю, что Telegram достиг отметки в 15 миллиардов отправленных сообщений в день. Это огромный рост по сравнению с прошлым годом. И это означает, что все больше и больше людей начинают пользоваться Telegram как их основным инструментом коммуникации, а не как одним из многочисленных мессенджеров наряду с другими. Интересно взглянуть на то, что будет дальше. Какая сейчас основная тенденция социальных медиа и месседжинг приложений? Я бы хотел немного остановиться на этом. Когда мы в прошлом году запустили платформу для ботов, мы заметили, что многие медиа и блогеры стали использовать эту платформу для того, чтобы публиковать сообщения и новости, адаптированные под интересы своих читателей. для продвижения данного способа использования Telegram в сентябре прошлого года мы запустили функцию Channels. Каналы — это тул для публичной передачи сообщений неограниченному количеству пользователей. С помощью телеграм-каналов СМИ и разные компании отныне могут организовывать прямое общение со своими читателями и клиентами. Например, чуть ранее, в этом месяце, стало известно, что даже римский папа начал использовать канал Telegram для донесения своих посланий до верующих. его канал достиг отметки в тысячи подписчиков в тот же день. Но случай с его святейшеством и Ватиканом не является феноменом. Некоторые телеграм-каналы достигли уже 100 миллионов подписчиков. И каждый день каналы просматриваются 400 миллионов раз. Есть много случаев широкого использования телеграм-каналов. BBC использует каналы в Telegram с сентября прошлого года. И за это время количество их подписчиков по всему миру превысило 300 тысяч. Телеграм-каналы пользуются популярностью в развивающихся странах. Многие блогеры ведут свои блоги через Телеграм. Почему они это делают? Я думаю, они это делают, потому что благодаря этому они могут установить прямую связь с читателями. Дело в том, что в традиционных социальных сетях легко можно потеряться в хаосе новостной лентой. Здесь же, в месседжинг-приложении, все общение идет напрямую. Итак, месседжинг — это хороший способ установить связь с людьми, которым вы интересны. И блогеры, и крупные СМИ стремятся достигнуть прямой связи с читателями. Например, я слышал, что недавно Forbes запустил свой собственный бот в Телеграме, который позволяет пользователям подписываться на разные новости и получать доступ к своей базе данных. Это довольно интересный случай. И представьте, что на запуск бота у Forbes ушло только три дня. При этом обслуживание ботов не требовало никаких дополнительных человеческих ресурсов. Это круто. Сегодня мы выпустили апдейт для того, чтобы улучшить работу каналов и других функций Телеграм. Причем сегодняшний апдейт — это первый среди целой серии апдейтов, которые мы намерены выпускать в ближайшем будущем на регулярной основе. Вообще мы планируем выпускать новые функции с периодичностью хотя бы раз в месяц. Так, этот апдейт мы выпустили на прошлой неделе. И я буквально прихожу в восторг от мысли о том, что мы еще можем выпустить до конца этого года и до конца десятилетия. Потому что месседжинг — это, вероятно, самая важная вещь, которая происходит в социальных медиа в текущем десятилетии. Данное десятилетие может стать десятилетием использования месседжинга. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо, Павел. У меня есть один вопрос, который я задаю всем. Я также хотел бы задать его вам. Учитывая то пристальное внимание, которое вы уделяете вопросу безопасности при передаче персональных данных, что вы думаете о недавнем публичном противостоянии Apple и правительства США? Надо сказать, что в этом вопросе я полностью на стороне Тима Кука. Огромное количество людей используют айфоны. И всегда есть риск того, что ваш айфон может быть украден. А тот, кто его украл, может использовать ваши данные, личные фотографии и так далее, чтобы потом вас шантажировать и использовать их против вас. Даже при том, что Apple старается минимизировать риск возможного взлома заблокированного айфона, работая над усилением системы защиты устройства, все равно это крайне опасно. Ведь айфонами пользуются сотни миллионов людей. Это мое мнение. Очень интересно. Спасибо большое за ответ. И давайте еще раз поблагодарим Павла за сегодняшнее выступление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова